К работам по восстановлению бассейна в 30-й школе Хабаровска приступил инвестор, подписавший консессионное соглашение. Напомним, что спортивный объект не работал более 15 лет. Как идет реконструкция и когда она окончится, строительство узнавала Виктория Зыкова. Длительный процесс тендеров и бюрократических согласований наконец завершен. Консессионное соглашение подписано и строители смогли зайти в 30-ю школу, чтобы начать реконструкцию бассейна. Он не работал уже больше 15 лет. Первоочередная задача – вывезти горы мусора, что накопились за годы простоя. В данный момент, вот сейчас, вы видите, здесь только накидана. И на улице выведали там эти горы. Уже вывезли 8 тамазов мусора, только вывезли отсюда, вот с этой школы, с этого подвала. 25 марта съемочная группа телеканала «Хабаровск» уже была здесь. Тогда мы увидели горы мусора как в самой чаше, так и во всех прилегающих помещениях. Строительная бригада зашла вчера. Изменения налицо. Мои ребята работают всего здесь 7 часов. И, между прочим, видите фонд работы, какой сделанный в данный момент за эти часы. Так что люди стараются, работают, хотят сделать это побыстрее для наших детей. Но без сложностей тоже не бывает. Администрация школы к строителям отнеслась без особой симпатии. И заходить на объект рабочим пришлось через окно. Ситуацию удалось решить только с приездом мэра. Нет, ну, недопонимания никаких не должно быть. Никогда их и не было, и не будет. Поэтому здесь, может быть, какие-то общие такие рабочие вопросы. Ну, я уверен, что мы их урегулируемся. Пока отдельного входа у бассейна нет, строители будут приходить на работу через запасной вход. Чтобы подобных конфликтов не возникало, администрация школы выделит своеобразный сервитут. Здесь вот перегородку буду делать вот так вот. Делаем перегородку. Вот отсюда вот. Доходить ее надо же туда, туда, туда. Дальше, 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 дальше. Вот здесь вот. Вот досюда вот. Все. Здесь делаем перегородку. Концессионное соглашение предусматривает организацию отдельного входа. Сделан он будет с торца здания. Мы видим, что здесь уже были какие-то ворота. Все это снимут и поменяют на надежные двери. Отдельный вход нужен для того, чтобы развести потоки учащихся и клиентов бассейна. Напомним, это уже не первый школьный бассейн, который восстанавливается в рамках муниципально-частного партнерства. В феврале, после 15 лет простоя, открылся центр детского плавания 8-й гимназии. А также уже функционирует школа плавания на поселке Горького. В 30-й школе воду в чашу планируется залить летом. После ввода в эксплуатацию в первую смену в бассейне будут совершенно бесплатно заниматься школьники. А после обеда смогут работать коммерческие группы. Это предусмотрено концессионным соглашением. По договору в таком режиме инвестор сможет работать в течение 20 лет. Виктория Зыкова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Администрация Хабаровска планирует продолжать работать с бизнесом в социальной сфере в формате муниципально-частного партнерства. Например, сейчас рассматривается вопрос о таком сотрудничестве еще в двух школах города. Продолжение следует...